Подготовка к детской оздоровительной компании Я подписал соответствующее распоряжение о том, что с сегодняшнего дня, с 3 числа с государственной должности заместителя председателя правительства уволен Кузьмин Сергей Сергеевич, как человек, которому общественный палат Ульяновской области выставила неудовлетворительную оценку. Губернатор отметил, что все чиновники, которые не сумеют справиться с отчетами перед законодательным собранием общественной палаты, будут вынуждены уйти со своих постов. Еще одно управленческое решение касалось проведения года театра на территории Ульяновской области. Губернатор распорядился создать оргкомитет и определиться с датой первого заседания. На этом изменения в структуре ведомств не заканчиваются. Сергей Морозов анонсировал создание двух новых министерств. Я просил бы Анатолия Владимировича Озернова создать рабочую группу и представить план наших действий по созданию министерства межрегионального развития. Мы должны создать в очень быстром период времени министерство экологии, природных ресурсов и цикличной экономики. Мы очень правильно в направлении с вами двигаемся. Мы видим, в конце концов, какое внимание уделяется вопросам экологии сегодня и общественности, и властями, и президентам нашим. Реформирование ждет и семейно-демографическую политику. Вопросами отрасли займется новое ведомство. Что это будет, министерство или агентство, пока непонятно. То, в каком состоянии находятся сегодня, так называемые органы социальной защиты, они себя изжили. Значит, нам нужно не деньги раздавать, а нам нужно, на примере ярких, интересных семейных традиций, ярких, интересных семей, формировать моду на хорошую семью. Моду. А те семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, вот им давать не деньги, как таковые, а удочку, социальные контракты, для того, чтобы, так сказать, как можно быстрее их поставить на ноги, чтобы они стали вот семьями, в которых не будет этих проблем. И еще одно кадровое решение, озвученное на аппаратном совещании. Курировать создание музея СССР будет заместитель председателя правительства Светлана Колесова. Благоустройство стало следующей темой аппаратного совещания. Губернатор выразил свое крайнее неудовлетворение с состоянием центра областной столицы и проведением массовых развлекательных мероприятий. По словам губернатора, особенно это было заметно во время майских праздников. Нет ни одного чиновника с городской власти, с Ленинской администрации. Никого. Мусор валяется немеренно, конечно, но людей очень много. Никто ничего не убирает. Глава области потребовал от руководства города уделить большее внимание состоянию центра Ульяновска и подготовиться ко дню победы лучше, чем к первым майским праздникам. Остался недоволен губернатор и недостаточно внимания к проблемам дачников. Эти вопросы возникли во время проведения вчера Дня садовода. Критики подвергся министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Михаил Семенкин. Главный вопрос обсуждали. Развитие энергетики, электрификации. Вообще ничего не подготовлено. И получается, вчера просидев столько времени, значит, имеем вот такой нулевой. Не только результат управленческой деятельности, а самое главное, там же собрались несколько десятков руководителей садовых товарищей, которые... Вот я вышел там из-за стола, да, вот прямо меня так это все разочаровало. Вот они подошли несколько там наиболее таких вот продвинутых уже много лет со мной работающих директоров. И говорит, Сергей Ильич, вот если честно, ну гоните вы этих таких министров. Ну гоните таких начальников. И это правда, Александр Александрович, правда. К великому стыду. Поэтому, Семенович, я еще раз говорю о том, что давайте заканчивать с вами. Последний день вы так и не хотите меня услышать. Я много раз с вами разговаривал, объяснял. Это стыд и позор. От садоводческих вопросов перешли к социально-экономическому развитию муниципалитетов области по итогам первого квартала. С индексом развития районов участников совещания ознакомил Олег Асмус. Последнее место с результатом всего 32,8 баллов у нас заняло Старково-Откинский район. Здесь нужно еще раз говорить о том, что по целому блоку показатели этот район является одним из самых худших. Впервые рейтинг оценивал одновременные сельские районы и города. Поэтому неудивительно, что лидером списка стал Ульяновск. Второе и третье места заняли Новоспасский и Чердоклинский районы, соответственно. Эти муниципалитеты продемонстрировали хорошие показатели поступления в областной бюджет. Нужно сказать, что все муниципалитеты выполнили план. И хотелось бы отметить, что большое перевыполнение у нас в городах. Город Ульяновск плюсом получил 55 миллионов 438 тысяч рублей. Дмитровград 24 миллиона 132,9 тысячи рублей. Основные поступления в казну составили налог на прибыль, НДФЛ и акцизы. По всем показателям получены запланированные средства, кроме акцизов на пиво и штрафных санкций. Егор Тстов, Данил Сурков, новости дня Ульяновской правды. КОНЕЦ КОНЕЦ